Алла Эдуардовна, здравствуйте! Конечно, потепление и настоящее дыхание весны. Такая как раз-таки характерная весенняя погода, когда ночные температуры воздуха слабо отрицательные, а дневные температуры воздуха слабо положительные. Почему эта погода считается комфортной? Нет резких перепадов давления, нет интенсивного снеготаяния и нет такого быстрого насыщения уровня грунтовых вод, нет интенсивного паводка. То есть в этом году нам не стоит опасаться сильного половоза и всё будет нормально? Нет, так сказать тоже нельзя, потому что у нас очень большая высота снежного покрова, есть ещё вода, которая придёт к нам с России, там тоже достаточно очень снега в этом году. Поэтому на сегодняшний день прогнозируется паводок на уровне средних многолетних значений. А если, скажем, оглянуться назад, вот какими, может быть, температурными рекордами запомнится эта зима? Зимой у нас был один такой зафиксирован рекорд и, конечно, уже ниже температуры не будет. Это 9 февраля ночью температура воздуха опускалась до температуры минус 22,4 градуса по Гомелю. Это был рекорд этой зимы. А если вообще говорить про рекорд зимы, то это, конечно, не рекорд. Рекорд у нас был зафиксирован 1 февраля 70-го года, минус 35,1 градуса. А если говорить в целом о том, как меняется климат в нашем регионе за последние, скажем, 3 года, вот какие нетипичные для нашего региона явления фиксировались? Такие явления, которые нехарактерны были раньше для наших широт и нашего региона, это как шквалы, это как сильные ливни, это как циклоны, которые приносят разрушительные такие явления. Раньше они были очень нехарактерны. Раньше такое явление, если оно наблюдалось раз в несколько лет, то теперь практически ежегодно, а то за летний период несколько раз в год мы это фиксируем. Также явление гроза, которое раньше практически никогда не наблюдалось в зимние периоды. Вот те же самые смерчи. Очень много видео в интернете люди выкладывают, очевидцы видят. Это тоже, наверное, нетипично для наших широт. Смерч – это вообще явление, которое раньше не наблюдалось в наших широтах. А как давно, скажем, начали фиксироваться? Ну, если, конечно, мне не изменяет память, то первый смерч где-то лет 9 тому назад был зафиксирован в Чечерском районе. Теперь практически раз за летний сезон где-то в каком-то районе фиксируется смерч. Потому что смерч – это очень своеобразное явление. Это явление, возникающее именно на резком переходе холодных и теплых воздушных масс в связи с очень быстрым продвижением фронтов. Что такое Гомельская область? Это очень маленький кусочек земли с учетом масштаба. Бывает, что смена фронтов происходит буквально за сутки. Раньше для нашего региона это очень крайне редко было. А сейчас оно отмечается очень часто. Алла Эдуардовна, а если говорить о тенденциях, скажем, ну вот много синоптики сейчас, метеорологи обсуждают эту тему, изменение климатических условий. Если говорить о нашем регионе, чего стоит ожидать в будущем? Если говорить, вот именно как будет влиять изменение климата на наши именно регионы, на все, то, конечно, я считаю, так считают люди, которые занимаются изучением климата, то, что все-таки у нас будет продолжаться засушливое лето. Засушливое лето с ливневыми осадками. Вроде бы когда осадка выпала столько, сколько надо, но они выпали за одни сутки, это очень плохо. Не очень хорошо для сельского хозяйства вот это изменение климата. Это теплое зимы и засушливое лето наносят очень большой вред, конечно. Именно в первую очередь это сельскому хозяйству. И если засуха, то единственная культура, которая это выдерживает, это кукуруза. Все остальное не выдерживает. И те сильные ливни, которые прошли за одни сутки, они наносят большой урон именно овощам. Это капуста, картошка, морковка, потому что поля, получается, залиты водой, начинается загнивание данной продукции. Поэтому, конечно, это свои сложности. Это работа для ученых, искать какие-то новые сорта, новые какие-то культуры. Ну вот мы подошли к теме посевной. Скажите, ну в этом году, вот по вашим прогнозам, по вашим советам, когда ее стоит начинать, когда уже будете задавать команду сельскохозяйственным предприятиям? Если говорить про сельское хозяйство, да, мы даем рекомендации сельскому хозяйству, выпускаем агробилетник, где мы указываем оптимальные сроки сева. Что касается этого года, то мы планируем, что в марте месяце будет комфортная погода, где-то к середине марта будет такое значительное потепление. В конце марта, где-то в третьей декаде, уже такие культуры, которые не являются теплолюбивыми, то бишь зерновые культуры, можно будет сеять. Что же, отлично, будем ждать весну. И спасибо вам большое, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Большое вам спасибо, что вы тоже обращаете внимание на нас и на погоду. Мы всегда рады, конечно, и готовы всегда предоставлять информацию для жителей нашего региона. Пусть они посещают наш сайт, где информация о погоде обновляется у нас постоянно, и о уровне гамма-фона, и о паводковой ситуации. Она обновляется у нас ежедневно. И мы рады всегда, чтобы вы получали информацию из достоверных источников.